Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю, кто не подписан, подписаться, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И у нас с вами на календаре сегодня 14 ноября и киевское время 19 часов. Итак, противник пытается удержать временно захваченные территории, концентрирует усилия на сдерживании действий сил обороны на некоторых направлениях, продолжает обустраивать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. При этом ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. То есть эти три направления остались самыми горячими, где российские оккупанты продолжают атаковать наши позиции. В целях пополнения потерь личного состава и формирования подразделений, враг продолжает передвижение мобилизованного личного состава в районы боевых действий на территории Украины. В городе Ростов-на-Дону проходят учения гражданской обороны. За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отбивали атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовка, Стельмаховка, Белогоровка Луганской области, Курдюмовка, Водяны, Марьенко в Донецкой области. Надо отметить, что за прошедшие сутки в населенном пункте Марьенко российские оккупационные войска имели частичный успех и продвинулись на несколько улиц в самом городе, в самом населенном пункте, оттесняя наши войска. Так что, видите, эти сутки не прошли для нас бесследно. Теперь нашим военным надо будет отбивать эти позиции для игра и разгромить врага. Противник не прекращает обстрелы населенных пунктов и позиции наших подразделений вдоль линии соприкосновения. Ведет воздушную разведку, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения. В нарушении международного гуманитарного права, законов и обычаев войны. От ударов российских оккупантов пострадали город Харьков и населенные пункты Харьковской области. В целом, за минувшие сутки враг нанес 4 ракетных удара, 13 авиационных ударов, 60 огневых ударов реактивными системами залпового огня. По ситуации на оперативных направлениях. На Волынском-Полесском существенных изменений не происходит. Начиная от Сиверского и до Запорожского включительно, происходят обстрелы наших позиций и прилегающие к фронту территории на всю глубину досягаемости огневых средств Российской Федерации. Мы ведем ответный огонь. Практически у нас на каждом направлении артиллерийские дуэли. Особенно мы наращиваем огневые усилия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, где противник не прекращает атакующих действий по нашим позициям. Пока еще данных о том, что куда будет перемещаться группировка войск, выведенная с территории справа берега реки Днепр, нет. Таких мы отмечаем в районе Мелитополя создание практически укрепрайона. Там в инженерном отношении оборудуются позиции. Противник пытается создать укрепрайон. Часть сил, я так понимаю, останется именно там, а часть сил, например, воздушно-десантные войска, во всяком случае, с точки зрения военной, они более боеспособны. И их, скорее всего, могут перебросить на Донецкое направление, на одно из трех направлений, которые я только что перечислил. Ну и отдельно у нас идет Таврийское направление. Теперь еще раз напоминаю, кто вчера не смотрел, это вместо Южнобукского появилось Таврийское направление. Так вот, районы населенных пунктов вблизи линии соприкосновения подверглись огню из минометов ствольной и реактивной артиллерии. Противник прямо обстрелял артиллерией выше Тарасовку, Добру Надию, Ильинку в Днепропетровской области. В принципе, как ничего нового не произошло, мы прекрасно понимаем, что особенно когда русские отступают, россияне отступают, тогда они, как только у них появляется возможность развернуть артиллерию, они начинают огневое воздействие на наши населенные пункты, на наши позиции, но в основном на гражданскую инфраструктуру и на гражданских людей. Сразу отвечаю на вопрос, если у вас наверняка такое возникнет, а как же южнее, южнее Каховки, Новой Каховки. То же самое, я думаю, что в ближайшее время, к величайшему сожалению, но такая возможность у русских появится. Как только они оборудуют позиции для артиллерии, как только они завезут туда боеприпасы, у них появится возможность обстрела правого берега Днепра, в том числе и города Херсон. В освобожденных населенных пунктах Херсонской области сохраняется высокий уровень минной опасности. Отмечается, что противник усилил воздушную разведку, что может указывать на то, что он планирует наносить огневые удары как по военным, так и по гражданским объектам. Подразделение Силы обороны продолжает проводить меры по стабилизации ситуации на правом берегу. Ну это то, что я вам только что рассказал, только уже словами, сухими словами оперативной сводки Генерального штаба. Кстати, сегодня по данным нашей службы безопасности Украины, уже начались задержания российских солдат, которые были переодеты в гражданку. Они маскировались под местных жителей. Ну вы же понимаете, у нас много. Кстати, первого поймали именно на словарном запасе. То есть, с ним побеседовали и сразу поняли, что он россиянин. Его задержали и он уже признался, что он военнослужащий 59-й мотострелковой дивизии, который оставлен был для ведения разведки, корректирования огня артиллерии и совершения диверсионных актов на освобожденной территории. Так что, эта работа сейчас в полном разгаре. И таких там маскирующихся под местных очень много. Так что, помогайте нашей контрразведке, службе безопасности Украины, национальной полиции, помогайте выявлять таких людей. Вы как местные, это в основном относится к жителям Херсонской области, и вы как местные очень легко отличаете всех приезжих или не своих. Всех, это самое, помогайте полиции выявлять. Чем больше выявите, тем спокойнее вам будет там житься. Тем меньше корректировщиков огня будет на этой территории. Согласно имеющейся информации, 12 ноября российские оккупанты совершили минометный обстрел частного сектора, населенного пункта Горностаевка Херсонской области, жители которого отказались от так называемой эвакуации. В результате обстрела двое местных жителей погибли, и трое получили ранения. Это приводится пример метода принуждения к эвакуации, которую принудительно проводит Российская Федерация. Они хотят выселить вообще всех гражданских, для того, чтобы никто не мог сообщать о наличии там российских войск, о их позициях и укреплениях и так далее, их перемещениях и так далее. В некоторых временно оккупированных районах, оккупированных населенных пунктах Запорожской области, местных жителей выселяют из домов для размещения военнослужащих российской оккупационной армии. С 10 ноября текущего года наблюдается так называемая эвакуация имущества Донецкой железнодорожной администрации в город Иловайск. Враг продолжает нести потери. По подтвержденной информации, в ночь на 13-е, давайте по администрации я поясню, что происходит. Вы знаете, что до 2014 года существовало Донецкое железное отделение, Донецкой железной дороги. Естественно, в городе Донецке было управление железнодорожной администрацией, Укрзалезницы, одно из подразделений. Так вот сейчас российская оккупационная власть вывозит из Донецка оборудование и проводит эвакуацию именно само управление Донецкой железной дорогой. И вывозит это все в город Иловайск. Мы знаем, что от Иловайска до границы вообще рукой подать. Так что, видите, в Донецке тоже началась эвакуация. Они прекрасно понимают, что это освобождение наших территорий это просто вопрос времени. И причем уже вопрос стоит таким образом, что даже при тех темпах поставки вооружений, которые есть на сегодняшний день, освобождение наших территорий, включая Крым, является просто вопросом времени. На неделю дольше, на неделю быстрее, но все равно мы их оттуда выбьем и все равно мы их разобьем. Далее мы будем говорить об этом. Я скажу, какая тенденция сейчас идет среди здравомыслящих политиков Запада среди стран-партнеров, которые поддерживают Украину. Так вот, по подтвержденной информации, это что касается нанесенных потерь российским оккупационным войскам. В ночь на 13 ноября силы обороны уничтожили склад боеприпасов. Это то, что подтверждено уже нашей разведкой. Достоверно. Называется сведение достоверное. Около 40 российских оккупантов, 2 единицы бронемашин, и 10 грузовиков противников в районе Каиры, Херсонской области. Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла по врагу 16 авиационных ударов. Этим ударом были подвержены 10 районов сосредоточения личного состава, техники и вооружения, 6 позиций зенитно-ракетных систем оккупантов. Это очень важный момент, потому что чем больше мы выбиваем ЗРК и систем ПВО вообще в боевых порядках российских войск, тем свободней и увереннее чувствуют себя наши пилоты в воздухе, и тем они могут больше наносить от него поражение российским войскам. За прошедшие сутки силы обороны сбили один беспилотник типа «Орлан-10». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, 11 районов сосредоточения живой силы и техники противника, а также две других важных цели в расположении противника. Вот такие военные новости на конец сегодняшних суток сложились на всех оперативных направлениях в Украине по борьбе с российскими оккупантами. Ну а теперь немножко поговорим о международных новостях, их уже много. Сегодня понедельник, он запестрил весь военно-политическими новостями. И вот некоторые из них. Начнем с самого такого приятного, то что, как говорится, своя рубашка ближе к телу. Так вот, ближе к телу вооруженные силы Литовской Республики тщательно подготовили к передаче и нашим военнослужащим 120-миллиметровые тяжелые минометы «Тампелла», установленные на бронированной платформе М113А2. Это боевая машина пехоты. И мины к ним. В чем проблема? Проблема как бы их состоит. Проблема в том, что нам катастрофически не хватает минометов. Причем минометов не просто 120-миллиметровых минометов. Это, как бы, они есть в, я бы сказал, в минимальном количестве. Нам не хватает самоходных минометов, которые находятся на бронебазе. У него дальность небольшая. У этого миномета максимально 7200, где-то до 7,5 километров у него дальность стрельбы. Минимальная, там, по-моему, 450 метров. Но смысл в том, что минометы являются основным средством борьбы с пехотой противника. Причем, как с наступающей пехотой, миномет даже будет похлеще, чем пулемет. Если установлено вот такой вот миномет, который может вести беглый огонь, там, по 5-6 мин, вот, короткими промежутками, то ни одна пехота не добежит до наших окопов. Я имею в виду вот те наступающие частные военные компании, которые ведут атакующие действия наших позиций на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях. Если же мы, наоборот, наступаем, то для того, чтобы выбить врага из окопа, что нужен? Миномет. И только мина, вертикально падая, залетает в окоп, в блиндаж, куда угодно, и выносит оттуда вражескую пехоту. Но миномет на открытом расположенной местности, это хорошая мишень. Он очень близко к переднему краю. А вот на броне миномет, это очень хорошее и грозное оружие. Для того, чтобы расчет был защищенный, чтобы они могли подъехать. Серия разрывов, ну, насколько я помню, из истории Афганской войны, на максимальной дальности, вот такой миномет 120 мм, на траекторию мог вешать до 12 мин. То есть первая еще не взорвалась, 12-я вышла из ствола. После этого быстро сворачивались и уходили. И ответка уже прилетала по пустому месту. Но там, представляете, серия мин 12 штук. Ложились, за счет рассеивания накрывали весь, допустим, опорник душманов. Вот так было в годы Афганской войны. А здесь, если миномет самоходный, то представьте, насколько его маневренность и огневые средства становятся намного сильнее и лучше. Так что огромное спасибо литовцам за такой хороший подарок. Это именно то, что нам надо, нашей пехоте надо на сегодняшний день. Далее, следующая новость. Вчера прогремел в центре Стамбула мощный взрыв. Причем прогремел на пешеходной и туристической улице, где, как правило, всегда большое скопление людей. На данный момент, когда я записываю это видео, сообщается о 6 погибших и 53 раненых. Довольно большое. Причем сообщают, что взрыв произошел на пешеходной и туристической улице и Стекляль. Рядом с ней находится консульство Российской Федерации. Ну, не знаю, к чему тут консульство. Раз уже турецкая пресса сообщает, что консульство находится недалеко, то я еще добавлю, что Таип Раджеп Эрдоган собрался лететь в Москву, а потом в Киев. Он все никак не может угомониться со своими мирными инициативами. И тут же турецкая пресса с одной стороны упоминает, что рядом с консульством Российской Федерации произошел взрыв. Не знаю, может намекает на Россию. Может быть. Но другие средства. А глава МВД Турции говорит, что мы знаем, откуда координировался теракт в Стамбуле. Мы не принимаем соболезнования посольства Соединенных Штатов Америки. Турция обвиняет в теракте рабочую партию Курдистана. Такие заявления в сторону США связаны с поддержкой курдских формирований со стороны Америки в Сирии. Да, Соединенные Штаты в Сирии поддержали курдов. Поддерживали курдов в свое время. Обучали их, вооружали. Но потом, кстати, был огромный скандал. Говорили, что американцы просто кинули курдов на произвол судьбы. А вы знаете, что Турция собиралась проводить специальную военную операцию. Да, так же звучит у них тоже название. Против курдов в Сирии. И вот вам такой теракт. Посмотрим, к чему дальше приведет развитие событий. Я вчера вам говорил по поводу того, что молебны в храме. Да, я ошибся, нету Русской Православной Церкви. Есть Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Ошибся в названии. Ну, как разница. Она все равно является подразделением Русской Православной Церкви. И они все равно подчиняются в Москве и вот этому ихнему, так называемому, патриарху Кириллу. Который там был. Который в Москве там, кстати, он где-то заболел, что-то его давно уже. Гундяев. Гундяев. Гражданин Российской Федерации Гундяев. Который окрестил себя как патриарх Кирилл. В службе безопасности Украины уже изучают все детали произошедшего инцидента в одном из храмов Киево-Печерской Лавры. Где пели песни, восхваляющие русский мир. Как сообщили в службе безопасности Украины, эта ситуация не останется без ответной реакции. Так что, вот такой вот. Ну, опять же, служба безопасности будет там разбираться. Есть состав преступления или нету в этом. Но вопрос еще раз к Минкульту. Почему церковь страны-агрессора эксплуатирует наше историческое наследие? Почему она до сих пор, у нее есть место для пребывания на территории Украины? Вот главный вопрос. Сегодняшнего дня. А то, что СБУ там разберется, это их работа. Контрразведка и антитеррористическая деятельность. Далее. Селливан. Джейк Селливан. Это помощник президента Соединенных Штатов по безопасности. Но он всегда был в партии мира. Он всегда был против войны. Он всегда был за мирные переговоры с Российской Федерацией. Да, не удивляйтесь, у них назначение идет на должности в основном по профессиональному признаку. Поэтому даже в одной администрации могут быть люди, которые имеют разную точку зрения. И согласно своих должностных обязанностей они имеют право ее высказывать. Это не тоталитаризм и не кумовство, как у нас. А тоталитаризм, как в Российской Федерации. Так вот, помощник Джо Байдена, президента США Джейк Селливан, предложил Владимиру Зеленскому, президенту Украины, подумать о реалистичных, в кавычках, позициях на переговорах. Речь может идти в частности о позиции Украины по статусу Крыма. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники. В то же время, публично, как Селливан, так и администрация Байдена сообщает, что Вашингтон не будет давить на Украину в дипломатическом отношении. Ну, вот такая вот непонятная ситуация. С одной стороны, в дипломатических кругах говорят одно. Кстати, сейчас генерал Милли, тоже начальник комитета штабов, представитель комитета начальников штабов, глава Пентагона, сказал, что да, вот войну якобы выиграть невозможно, надо вот садиться за стол у переговоров, мириться. Это вообще был шок, потому что генерал Милли всегда говорил ровно противоположно. Я так понимаю, это результат выборов. Прошли выборы и проигравшая сторона, а я так думаю, что это скорее всего та часть республиканской партии, которая больше поддерживала Дональда Трампа, они теперь как-то пытаются через какие-то должностные лица высказать свое мнение относительно переговорного процесса. Хотя основная масса республиканской партии, надо отметить, она наоборот настаивает на поддержке Украины из-за передачи нам более мощных, более дальнобойных средств огневого поражения противника. Почему так считаю? Объясню. Дело в том, что на данный момент есть заявление, допустим, того же Йенс Столтенберга, главы НАТО, который говорит, что конфликт между Россией и Украиной, вооруженный конфликт, должен быть решен только на поле боя. Никаких переговоров. Перед этим Джо Байден говорил, президент США, что они не сядут за стол переговоров с Россией, они не видят оснований для переговорного процесса. И не сядут за стол переговоров с Россией без Украины, обговаривая ситуацию в Украине. Все поддерживают. МИД Финляндии заявляет, что любые мирные переговоры по Украине могут состояться только если Россия выведет все войска с ее территории. Так что, ну, никто, все сегодня настроены на, именно на военное поражение Российской Федерации. Тем более, у нас к этому есть все предпосылки и все возможности. Войну надо закончить один раз, а не откладывать ее еще раз на неопределенный срок. Мы же понимаем, что Путин не успокоится, пока полностью не иссякнет. Это, кстати, может быть ответ на один из ваших вопросов в том плане, что почему медленно дают вооружение. А именно потому, чтобы вытянуть из Российской Федерации все ее военные возможности. Все, чтобы она исчерпала на поле боя все, что можно вытянуть из России в плане военного потенциала. Вот когда они выдохнутся в этом плане, ну, тогда прозгром произойдет автоматически по окончанию ресурсов в военных потенциалах Российской Федерации. И сегодня уже все прекрасно понимают, что не надо говорить, что она там бездонная, безмерная, 17 миллионов мобилизационный ресурс, 20, сколько бы мы там насчитали с вами в начале войны, 25 тысяч танков на хранении, так 25 тысяч танков это металлолом оказался. 17 миллионов, они 300 тысяч не могут призвать до сих пор. Так что говорить о том, что в Российской Федерации, может они и бездонные эти ресурсы, но воспользоваться они ими уже не могут, даже на сегодняшний день. Так что вот такая вот здесь ситуация. Что касается еще нескольких военно-политических новостей, это Институт изучения войны, Американский институт изучения войны, пишет, что после отступления в Херсонской области, Российская Федерация планирует сосредоточить главные усилия на Донецкой области. Ну, в принципе, как бы мы с вами в этом не сомневались, понятно, что Донецкая область для них, я говорил уже, там совпадает три единая задача. Первая, Путин хочет захвата Донецкой области, потому что он это ставил в целях войны в самом начале, как одной из целей войны, вот, внешней, точнее, оглашенной цели войны. Не оглашенная цель войны, уничтожение Украины как государства, и нас, украинцев, как нации. Вот, оглашенная цель войны, захват Донецкой и Луганской областей в административных границах. Правда, вопрос тогда, почему они пошли дальше. Вот, так вот, сейчас активизировались атаки в районе Бахмута и Углидара. Ну, а по мере прибытия отведенных из Херсона подразделений Российской Федерации, атаки на позиции вооруженных сил Украины в Донецкой области будут усиливаться. Россияне будут продолжать пытаться захватить Бахмут с огромной ценой, а вооруженные силы Украины, воодушевленные нынешними победами, скорее всего, прорвут российскую оборону под Сватова. Это говорит и Американский институт изучения войны. Холода не остановят войну, и мороз, при котором почва подсохнет, лишь усилит военные действия. Украина должна в кратчайшие сроки реализовать свой нынешний наступательный потенциал, потому что любое промедление с ним будет использовано Россией для усиления своей армии, мобилизованными, которым нужно время на обучение и боевое слаживание, а также для укрепления обороны. Ну, помните, я вам говорю, что в чем проблема Российской Федерации на сегодняшний день? У них катастрофически нет времени, ни на что не хватает. Они перестраиваются с Блицкрига на войну, на истощение, на ходу. И у этого у них не получается, потому что развалена система. Система существует только на бумаге, только в рапортах. А в жизни система не работает никакая. Ни мобилизационная, ни военно-промышленный комплекс, ни военная система организации формирования и подготовки резервов. Нет, это ничего не работает. Боеприпасы на исходе, ракеты на исходе, техника не заводится, надо пропускать через заводы. Мобилизованные с горем пополам начали собирать, дальше собирать их некуда, девать их некуда. Поэтому России катастрофически нужна передышка. Отсюда все эти разговоры, что давайте, может поговорим. Кстати, надо помечать фамилии тех, кто предлагает сесть за стол в переговоры. Это все кремлевский нарратив. Это все торчащие уши Кремля где-то там за спиной говорящего политика или должностного лица. Следующая новость. Ну, начали прибывать гости. Завтра начинается саммит G20. И на Бали прилетел и Джо Байден, и Си Цзепинь. Причем Джо Байден, насколько я понимаю, прилетел еще вчера. И сегодня уже они проводят встречу. На полях саммита США и Китай проводят встречу. То есть, далее, завтра начинается сам саммит, и уже будут проходить там, как бы, встречи общие. Сегодня прямая встреча. Ну, я так понимаю, что фактически на этой встрече Джо Байден и Си Цзепинь будут делить мир пополам. Будут определяться основные сферы влияния Китая и Соединенных Штатов. Где провести вот эту линию, границы между сферами влияния, где у них есть точки соприкосновения, где есть точки противостояния и так далее. И тому подобное. То есть, и никто уже, обратите внимание, никого не интересует мнение России, присутствия и так далее. Кстати, Лавров там попытался какой-то финт изобразить, вообще непонятно. Прилетел на Бали, видимо, не очень хотел лететь. И вроде как ему сразу стало плохо. Его госпитализировали, ну, отвезли в больницу. Тут же, получилось вообще просто до смешного, такая перепалка. Официальные лица государства Бали начали сообщать о том, что глава российской делегации Лавров госпитализирован, находится в клинике сразу после прибытия. Захарова, это пресс-секретарь, с пены у рта доказывает, что Лавров в строю, он на месте, он во главе делегации, держит знамя. И все официальные лица говорят, подождите, но он же в больнице. И только после того, как Лаврову там сделали какие-то медицинские процедуры, осмотрели, освидетельствовали его, и он покинул территорию больницы, тогда только скандал, ну, потому что это можно назвать такое, вот эти словесные перепалки между Захаровой и официальными лицами государства Бали, ну, это уже дипломатический скандал. Потому что она фактически их обвиняла во вранье. После этого он вернулся в состав делегации и дальше продолжил заниматься уже в составе делегации. Видимо, не очень хочет Лавров встречаться или возглавлять российскую делегацию на этом саммите. Ну, посмотрим, как оно будет дальше. Завтра саммит, завтра узнаем. Сегодня, кстати, поздно вечером, можем узнать, о чем же поговорили, может быть, можем узнать, о чем поговорили Джо Байден и Си Цзепинь. Для нас это будет крайне важно. И это может иметь последствия для Украины, ну, надеюсь, положительные. Далее, еще одна такая новость, это сегодня в Стамбуле неожиданно встречаются главы двух разведок. Служба внешней разведки Нарышкин и глава ЦРУ Бернс прилетели в Стамбул и у них там проходит встреча. О том, что американскую сторону представляет глава ЦРУ Бернс, сообщает CNN. Ну, CNN иногда, может быть, даже и можно верить. Но, тем не менее, там вопрос не войны в Украине. Скорее всего, CNN говорят, что по их каналам, ну, естественно, не названным, как всегда, в американской прессе, говорят, что там будут обсуждаться вопросы, вопросы американских граждан, которые находятся в заключении или удерживаются, незаконно удерживаются Российской Федерацией. Есть такие инциденты, когда Россия там засудила и американскую гражданку, еще там кого-то. Плюс попали несколько американских граждан в плен, которые воевали в интернациональном легионе в Украине. Ну, и вопросы ядерного оружия тоже будут обсуждаться. Вот такие два момента, скорее всего, там будут обсуждаться. Ну, что на самом деле будут говорить, о чем, точнее, на самом деле будут говорить между собой два разведчика, конечно, понятно, что мы с вами можем только догадываться. Никто нам отчет не покажет и никто нам, правда, в этом случае не расскажет. Но, тем не менее, скажу, что контакты между СВР и ЦРУ, это довольно хороший знак. Это значит, что у них есть переговорный, есть канал для разговоров, для донесения позиций сторон, даже, может быть, и по вопросам касательно нашей войны. Вот такие вот новости. Еще хочу довести до вас одну новость, но она в основном касается киевлян и тех, кто живет в пригородах Киева. С завтрашнего дня, 15-17 ноября, протяжении двух суток, трех суток, точнее, в Киеве будут проходить учения. Силы обороны Украины будут проводить масштабные учения по организации обороны Киева и Киевской области. Так что, вполне возможно, будет перемещение личного состава и движение тяжелой техники по дорогам вокруг Киева и прилегающих населенных пунктах. Не пугайтесь, это учение, наши войска тренируются нас с вами защищать. Так что, киевлян призываю сохранять спокойствие и организованность. Ну, я думаю, что паблики информационные все нам расскажут и в этом плане не будет никаких неожиданностей или никаких инцидентов. Так что, вот такая вот ситуация. Ну что ж, на этом мы с вами военно-политическую обстановку тоже заканчиваем. Я по традиции сделаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Можете поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, по традиции. Второй частью нашего с вами видео будет ответы на ваши вопросы. И первый вопрос сегодняшнего дня очень интересный. Он написан вчера по итогам видео, которое я опубликовал по оперативной обстановке. И вот пишет. Добрый вечер, Олег Владимирович. Сегодня по вашему голосу чувствуется, что вы огорчены. Мне тоже очень больно, что мы окружаем, 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 окружаем. А потом выясняется, что отпускаем. Если так работает наша разведка, то мы также можем и не заметить скопление сил в Белоруссии. Нет. Я вас не поддержу в этом и даже буду категоричен. Скажу так, что наша разведка все знала. Это яркий пример политического руководства войной. Это чистая политика. Поэтому тут на военных не надо грешить. Военные свою работу выполняют добросовестно. Им, кстати, по большому счету, если бы мы начали разгром этой группировки здесь, на правом берегу, то, естественно, на других направлениях нам не пришлось бы с ними столкнуться. Сейчас просто ситуация перенеслась на другие направления. Или перенесется в ближайшие дни на другие направления. И нам все равно придется эти же войска, эти же части громить там. Только здесь мы не сможем, так как они вышли на левый берег и формируют там линию обороны, то мы, допустим, с правого берега не сможем окончательно снять все войска или большую часть. Допустим, артиллерию нам придется отставить, часть артиллерии, для того, чтобы вести контрбатарейную борьбу. Потому что они уже обстреливают правый берег. И мы уже, наше руководство просит жителей правого берега отселиться на безопасное, эвакуироваться на безопасное расстояние от уреза воды, чтобы не доставала российская артиллерия. Понимаете? То есть, получается, что мы не здесь, так в другом месте. Вот, что я хочу сказать. Но разведка нет. Я больше чем уверен, что наша разведка все прекрасно знала. Тем более, видите, как британцы хитро поступили. Они через три дня взяли и опубликовали, что, оказывается, они знали, что вывод российских войск начался 22 октября. Где 22 октября и где 11 ноября. Да, какая разница в датах. Вот, поэтому все знала разведка. Насчет Белоруссии мы все четко отслеживаем, мы все четко знаем. Количество войск, где расположены. Видите, даже наша разведка докладывает, чем болеют мобилизованные, которых собрали в Белоруссии с Российской Федерации. Желудочно-кишечные заболевания, простудные заболевания и так далее и тому подобное. В каких больницах лечатся, в какой очередности клизмы им ставят и так далее. Так что в этом плане нет. Разведка наша работает очень-очень хорошо. Следующий, у меня такой вопрос. Сейчас начались густые осенние туманы. Как в такую погоду работает ПВО и противоракетная оборона? Как обычно, погода вообще не влияет на... Единственное, на что влияет погода, это на зенитные средства. На пулеметы, на пушки. Вот они, да, они работают визуально и для них туман это, конечно, катастрофа. А все остальное имеет радиолокационный канал. И поэтому туман им абсолютно не помеха. Дождь им абсолютно не помеха. Так что они работают нормально в тех условиях, которые... Ну, будем так говорить, что современные системы противоракетной и противовоздушной обороны являются всепогодными. Вот так будет коротко и ясно. Все выходные плакала, когда смотрела, как люди из Херсона встречали наших воинов. Не могла себе ответить, почему я так реагирую. Но потом сама себе призналася. Это то, чего не будет в Луганске. Я сама из Луганске выехала в 2014 году. Я не могу себе представить, как я буду спелкуваться со своими сусидами, как и чьи знаемами после звилья Луганска. Смотрите, я вам скажу так, что это очень большая проблема, которая будет стоять перед нами в ближайшее время, как только мы начнем освобождать эти населенные пункты. Но я скажу так, что там остался, точно знаю, там остался процент людей, которые ждут возвращения Украины. Это первое. Я не сомневаюсь, что выйдут, даже флаги подостают из загашников, где они там их прятали. И паспорта Украины достанут, все будет. Но согласен тем, что особенно кого мобилизовали, кто воюет на стороне Российской Федерации. Кстати, знаете, что Россия сейчас всех мобиков, чмобиков из этих районов переводит на российский контракт. под российскую юрисдикцию. То есть никаких ополчений или корпусов народной милиции, как они там пытались говорить, уже не существует. Ни в Донецке, ни в Луганске. Так вот, да, я понимаю, часть какая-то уедет. Из числа коллаборантов, сепаратистов, кто настроен на Россию, за Россию, пожалуйста, на Россию выезжайте. Чемодан, вокзал, Россия. Тут, ну, ничего нельзя делать. Или вы будете наказаны по законам, согласно Конституции Украины и нашим законам, в том числе Уголовного кодекса, за ваше сотрудничество с оккупационными властями. И отбыв наказание, как бы, вы получите амнистию и прощение. Вот. Либо уезжайте. Это такой вопрос. Ну, а так, да, я знаю, что там очень есть настроение. Вот сейчас, особенно, когда они еще находятся под оккупацией, очень много настроений. Вот даже отмечу, что волонтеры просят не перекрашивать машины в камуфляж, которые направляются на фронт. Оставлять машины в тех тонах, в цветах, которых они выкуплены для вооруженных сил Украины. Почему? Потому что камуфлированную машину сразу сдают россиянам. Где ее заметили, куда она ехала, откуда ехала. Даже вот наши военные публиковали, точнее, да, описание ситуации, когда покупают у какой-то бабушки яблоки, она в лицо улыбается, продает яблоки нашему солдату. А когда солдат забирает яблоки и отходит, она ему вслед говорит, чтоб ты вдавился этим яблоком. Понимаете? Вот такое даже настроение есть. Но я не думаю, что это будет носить стопроцентный массовый характер. Поэтому в любом случае, после восьми лет оккупации, нам придется работать с этим населением. Это наше население, как бы мы ни говорили. Еще раз говорю, кто не захочет, пожалуйста, уезжайте на Россию, располагайтесь, любите ее там. Лилейте, рубли получайте свои любимые. Кто был, допустим, под оккупацией, по принуждению, комиссия по амнистии рассмотрит ваше личное дело. И я не думаю, что будут какие-то проблемы. Да, если вы совершали преступление, занимались коллаборацией, то тогда вам придется ответить за ваши поступки. Вот такая, я думаю, будет ситуация будет сложная и многогранная. Вот так бы я сказал. Кстати, для этого, я уже неоднократно говорил, существует международный опыт. Когда вводится место местных советов, дабы не было перегибов на местах, как когда-то говорил один наш классик, политик, точнее, классический. Чтобы не было перегибов на местах, для этого вводятся временные международные администрации, которые выполняют роль местных советов и которые готовят общество к проведению открытых демократических выборов. Обычно эта процедура занимает где-то от 3 до 5 лет. Для того, чтобы общество адаптировалось, привыкло, вспомнило родной язык, привыкло к родному телевидению, к родной прессе, вообще к информпространству Украины и так далее и тому подобное. Выявили всех коллаборантов, сепаратистов и прочих. И тогда, когда все будет готово, люди будут морально и психологически готовы, тогда проводятся, обглашаются и проводятся выборы. Вот такая, я думаю, будет ситуация. Здравствуйте, Олег. Я, как и вы, тоже артиллерист. Окончил в 1973 году Оваколу. Надеюсь, что вам знакома такая аббревиатура. Да, знакома. Хотя я и уволился... Хотя я и уволился достаточно давно. Но, тем не менее, кое-что в памяти осталось. Так вот, вы много говорите об обстрелах Сумской и Черниговской областей. Но для этого необходимо выбрать огневую позицию, что можно будет засечь средствами разведки и, соответственно, произвести минирование этого участка. Я понимаю, что для гаубиц и пушек это будет затруднительно. Но для минометов, которым нужна, на мой взгляд, хотя бы полупрямая наводка, вполне возможно, ваше мнение. И для гаубиц и пушек тоже будет не проблема. У нас есть боеприпасы 152 мм, 203 мм и 155 мм, которые имеют возможность дистанционного минирования. Это кассетный боеприпас с минами. 155 точно знаю, что были в перечне противотанковые мины. Но, в принципе, это вполне подходит для тягача артиллерии или для самоходки артиллерии, которая приезжает на позицию. Вопрос не в этом. Это не проблема для нас. Заминировать противопехотными или противотанковыми минами предполагаемые позиции. Тем более, что мы их знаем, эти позиции. Мы их выявляем, эти позиции. Наши станции радиолокационной разведки засекают эти позиции. Весь вопрос упирается в то, что мы не ведем огонь по сопредельной территории. Мы не стреляем ни по территории России, ни по территории Белоруссии. Не открываем огонь. Это вопрос политический. Мы его неоднократно обсуждали здесь. Почему? Я не буду повторяться сейчас. Но это единственная причина, по которой мы не воздействуем на эти огневые средства, ведущие огонь по нашей территории. Так что идея ваша очень хорошая и абсолютно приемлемая для таких условий, но в нынешних условиях не осуществимая. С большим интересом смотрю вас и сообщите о потерях самолетов, вертолетов и пилотов Российской Федерации с 24.02, то есть 24 февраля. Ну, в принципе, эти же данные открытые. Я могу, конечно, их продублировать. Единственное, что тут надо понимать, что, например, есть такая особенность, что если самолетов на сегодняшний день уничтожено 278, то пилотов уничтожено в полтора раза больше. Почему? Потому что единицы, кстати, пилотов, кто катапультировался и остался живой. Мы даже, кстати, нескольких обменяли, но это там единицы, кого мы дали на обмен для того, чтобы освободить наших пленных. Там был очень хороший коэффициент обмена одного пилота, там, по-моему, на 10 или на 20 даже наших военнослужащих. Это в самом начале были большие обмены. Так вот, почему? Потому что некоторые самолеты с парки. Там по два пилота. Су-24М, по-моему, там с парка Су-34 бомбардировщик, тоже, по-моему, с парка. Так что пилотов мы уничтожили больше, наверное, 400 на сегодняшний день. Я вам скажу, что для Воздушно-космических сил Российской Федерации это катастрофа. Катастрофа в летном составе. Почему? Потому что у них было 330 единиц техники, которая могла выполнять боевые задачи. Летной техники. А теперь считайте, что осталось порядка 50 единиц лед боевых самолетов, которые способны выполнять из 330, 278 уничтожены. И кто на них будет летать? Сегодня мы сбиваем, довольно успешно сбиваем и Су-25 сбиваем. Иногда сбиваем, когда появляется в нашем небе Су-30 или Су-34. Это реже, согласен. Су-24 и Су-25 появляются намного чаще в нашем небе. Но почему мы их сбиваем? Потому что подготовка летчиков такая. Они не умеют делать маневры уклонения, они не умеют делать сложные фигуры пилотирования во время выполнения боевого задания. Поэтому мы их сбиваем. Я считаю, что в этом плане Воздушно-космические силы Российской Федерации фактически на исходе. По вертолетам такая же картина. 261 вертолет. У них около 400 было с чем-то вертолетов. Так 261 вертолет. В среднем в вертолете экипаж 3 человека. 2-3. Огневой поддержки они там 2. Командиры, штурман. А в вертолетах транспортно-боевых, типа Ми-8, там 3. Там еще есть 2 пилота и штурма на вертолете. Так что количество летного состава для них это катастрофа. И вы посмотрите, все самые дорогие вертолеты Кашки, Ка-52, Мы валим, валим, каждый день практически валим по одному. Там один, там два. Ну вот последние дни они не летают, так мы их не валим. Вот. И то же самое, почему валим? Потому что экипажи не умеют летать. Качество подготовки экипажей оставляет желать те, те, как они считали, асы, которые там тренировались в Сирии, при полном отсутствии ПВО, любого ПВО. Они там баражировали в воздухе, рассекали, как короли. Бомбили, как хотели. Ковровые бомбардировки по нескольку боевых вылетов в день. Вертушки то же самое подвозили и там спецназ, и десант, и боеприпасы. Все что угодно, любой каприз. Чуть что вызвали вертолеты. А потом, а в Сирии когда столкнулись с средствами, с переносными ракетными комплексами, и все вертушки позавалили российские. Все комплексы панциря С-1 поджигали российские. То есть, ну не, они воевать вот в таких условиях очень тяжело. А сейчас этого летного состава нету. Сейчас молодые желторотики курсантов, там в старших курсах, выпуски досрочно в летных училищах осуществляют. Присваивают им лейтенантские звезды, сажают за штурвалы, давай вперед. Он прилетает сюда, у него глаза разбегаются, и тут же ловит нашу ракету. Мы радуемся. А они ставят себе минус один. Так что, вот такая вот картина по летному составу. Я считаю, что летный состав и летный парк боевых машин, как самолетов, так и вертолетов в Российской Федерации на исходе. Интересно, кем финансируются вагнеровцы? Почему до настоящего времени не наложены санкции на них? Дело в том, что вагнеровцы финансируются из государственного бюджета. Они содержатся за счет Министерства обороны Российской Федерации, то есть официально. Я не знаю, как они это списывают, но вооружение, снаряжение, технику, это все Министерство обороны России передает вот этим частным военным компаниям. Думаю, что и часть финансирования может идти через Министерство обороны, то есть у них это легальные расходы. И часть может финансироваться еще из бюджета государства, потому что по закону Украины, насколько я понимаю, точнее, из, будем так говорить, недостоверных источников, из непроверенных, их нельзя проверить, это не инсайдерские источники, неправильно так называть, инсайт это проверенная информация. Из непроверенных источников, вот эти частные военные компании зарегистрированы как охранные фирмы. Вот, например, Вагнер начиналась как охранная фирма Газпрома, когда-то. Естественно, Газпром ее финансировал. Так как Газпром был акционерным обществом, то Газпром и решал вопросы финансирования у себя на закрытом собрании. Акционеры голосовали на выделение, допустим, охраны и выделяли туда миллионы долларов. Потом появлялись вот эти боевики, которых тренировали, наемники, и они выполняли там в Южноафриканской республике, в Центрально-Африканской республике, ну и там других, в Ливии, в Сирии, там еще где-то. Кстати, недавно разговаривал Путин с этим президентом ЦАР, пытался убедиться, тоже по некоторым данным у них там золотовалютные резервы находятся. Вот, так что, и их там тоже охраняют наемники. Вот эти вот, именно вот эти вот ЧВКшники. Поэтому отследить эти вопросы практически невозможно. В любом случае, Россия будет их финансировать даже из официальных источников. А сегодня говорить, как бы, ну, сразу отвечая на вопрос, потому что логично у здравомыслящего человека возникнет вопрос, а как же финансируют Министерство обороны несуществующие частные военные компании? Потому что законодательство России не позволяет формировать такие, нету там у них такого понятнее, как частная военная компания. Никак, потому что у бандитов есть своя страна, и называется она Российская Федерация. Вот и все. Там закон тайга, медведь хозяин. И что хочу, то и ворочу. Это, как бы, в правовое поле впихнуть невпихуемое невозможно. Особенно в Российской Федерации. Поэтому этот вопрос даже не задавайте и не удивляйтесь, что там так происходит. Что государство может финансировать, снабжать за счет своей армии, может снабжать частные военные компании. Финансировать частные военные компании и за счет своей армии, и из государственного бюджета, и как угодно. Просто захотел и сказал, дайте денег. Дали денег, и все. А как там напишут в бумаге? Бумага, как говорится, все стерпит. Поэтому, вот так они и финансируют. Поэтому никакие санкции им не страшны в этом плане. Вы сказали в своем видео, что те войска, которые выведены с правого берега, самые боеспособные, могут кинуть на любое направление. Харьков, Донецк. Какие у них шансы? Могут ли они оккупировать Харьков, если их бросят на это направление? Спасибо. Ну, давайте так. Давайте вопрос пока Харькова мы закрываем. Снимаем с повестки дня. Для Харькова надо еще дотопать. Граница государственная возле Харькова восстановлена. Наши войска там оборудуют границу для ее обороны. Войск вокруг Харькова достаточно. То есть второго похода на Харьков на сегодняшний день провести практически невозможно. Практически невозможно. Поэтому и мы, плюс самое главное, наша разведка и западная разведка, мы не наблюдаем формирование ударных группировок в Белгородской области напротив Харькова. Поэтому снимаем пока с повестки дня город Харьков. Те части, которые вывели, да, они были, надо отметить, были самыми боеспособными. И эта группировка на правом берегу была самая многочисленная на всех, если брать по сравнению с остальными оперативными направлениями. Но вы не забывайте, что мы два месяца кошмарили огнем нашей артиллерии и авиации эту группировку. Так что она, я бы не сказал, что она сегодня самая боеспособная, она довольно сильно потрепанная. Как в техническом плане, так и в плане личного состава. Да, для нас это неприятно, что она может усилить, что эти части могут усилить другие направления. Но тем не менее, мы ее достаточно сильно потрепали за последние два месяца, воздействуя своими огневыми средствами. Но опять вопрос, но он извечный, этот вопрос, я так понимаю, он будет до конца войны. Вы могли бы высказать вашу точку зрения о том, почему Соединенные Штаты поставляют недостаточное количество вооружений, в частности, не поставляют наступательные вооружения, самолеты, танки, дальнобойные, ракетные, ракетные вооружения, а оборонительные, ровно столько, чтобы Украина не проиграла. Неправда, они поставляют минимальную достаточность для того, чтобы мы могли вести даже контрнаступательные действия или контрнаступательные операции на одном, хотя бы на одном направлении. Поэтому они так поставляют. Я уже сто раз отвечал, это один и тот же вопрос, почему США не дают оружие, почему США не поставляют оружие. Я вам скажу так, что вы же знаете, кто платит, тот и заказывает музыку. На сегодняшний день мы на 100% зависим от заводных поставок. Наши запасы закончились через 3 месяца войны, практически полностью. По технике, по вооружению, по боеприпасам, вспомните, что у нас было с артиллерией в мае месяце. Пока не состоялся первый «Рамштайн», вообще артиллерия наша практически молчала. Боеприпасов к ней не было, и артиллерии самой не осталось, ввиду износа канала столового. Пока нам не начали давать западную артиллерию. Запад дал, но, повторюсь, я для себя лично делаю вывод, что Соединенным Штатам надо вытянуть из Российской Федерации весь их боевой потенциал. Пока мы этого не сделаем и не перемолотим. То есть, вот эта мясорубка Российской Армии в Украине должна полностью все мясо переработать на фарш. Пока они будут в состоянии кидать сюда какие-то резервы, наша задача будет их здесь уничтожить. Когда они останутся у разбитого корыта, как старуха в сказке знаменитой или известной, вот тогда и когда труба победу проиграла, вот тогда мы и закончим эту войну. Но это делается именно для того, чтобы завтра Российская Федерация, допустим, сегодня они согласятся на все наши условия, выведут войска, подпишут с нами какое-то соглашение о дальнейшем сосуществовании. Но поверьте, если мы не выбьем до конца этот боевой потенциал, они через 5-10 лет пойдут следующей войной. Все равно будут шовинизм, вы посмотрите, даже на всех оппозиционеров российских, все равно российский шовинизм, имперские амбиции все равно присутствуют. В их разговорах, в их поведении, в их целях и так далее и тому подобное. Я еще не слышал ни одного, кто бы сказал, что Крым это Украина из российских оппозиционеров. Я имею ввиду тех, которые себя пытаются ставить в первую линию самых важных, самых значимых оппозиционеров путинскому режиму. Никто. Все считают, что Крым это Российская Федерация. Один сказал, что Крым не бутерброд, что его делить, это наше. Кто вам сказал, что завтра они не станут... Россия все равно будет тоталитарной страной. Вот поверьте, даже если она распадется и от нее останется небольшое государство, все равно там родится тоталитаризм. Ну такая их ментальность. Вот так они исторически так сложилось. Как ни крути, что они не делали, все равно у них выходило КПСС. Так что здесь нечему удивлять. Поэтому должен, правильно говорит Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, конфликт должен разрешиться на поле боя. А разрешение конфликта на поле боя полный разгром российских войск в территории Украины. Такое вопрос. Вы не одного разу сказали, что большинство логистики Рашка здействует Залезницею. На півночі Харьковщины есть гилка Валуйок через Лантаревку, Троицке и далее на Белоукраинске и Старобильск. Это единая гилка, которая осталась на півночі Луганщины. Наступная достатньо далеко, аж біля Луганщика. Мается на увазі, что та гилка под вогневым контролем. Чи вона є взагалі непридатною зараз для эксплуатації? Від наших позицій в районі Купянська до Троицкого близько 40 км. Далі до кордону біля Багачки ще десь 10 км. Звісно, це 3-5 км, але аж надзвичайно важлива логістична гилка. Як на вашу думку, чому там немає прорыву? Так давайте не путати прорыв і перерізання логистики. Не можу зараз навскидку сказати, в якому стані ця ветка, перерізали ли ми її, і може ли ми, точні, дійснює ли вона на сьогоднішній день. Судя по тому, що ви пишете, що вона дуже близько від Купянська, я думаю, що вона не дійснює. Росіяні прекрасно все розуміють і знають, що якщо там пройдуть ешелони, ми почнем їх обстріливати. 40 км для Хаймарс – це не проблема перерізати цю ветку. Так що, думаю, що Валуйки, може бути, вже не є важливою транспортною артерією для снабження російських військ. Але, що касається прорыва, так це зовсім інша пісня, зовсім інша історія. Прорыв – це накоплення резервів і прорыв оборони противника для наступлення. Я розумію, о чому ви говорите, з точки зрення військ. На Валуйки – це був би найкращий рік. Почему? Тому що ми б тоді змогли бігатися вдоль государственной границі і відсекати всю Луганську область. Але ви ж поймите, що точно також на карту смотрят і в Генеральному штабі і в Москві. І прекрасно розуміють, що на сьогоднішній день це може бути одним із найпасних напрямок для сосредоточення усилий ВСУ. Тому там можливості зробити прорыв і вклінитися в оборону противника дуже і дуже важливо. Плюс, ви не забуваєте, близькость государственной границі Росії, соответственно, дає можливість прямих поставок техники вооруження і личного состава на позиції, які можуть там образовуватися в результаті нашого прорыва. І, соответственно, та групувка, яка знаходиться, допустим, в том же Сватово і Старобельське, она може ударити во фланг. Соответственно, во фланг можуть ударити нам російські війська з території Белгородської області. І тоді, що получится? Абсолютно правильно, ми можемо попасть в котел. Тому, говорити о прорыві там, в районі Валуєк, я думаю, що не стоїть. І наш генеральний штаб, якщо ви обратили увагу, ми займаємося в основному методичним видавлюванням російських військ з їх перемалуванням і уничтоженням з нашої території. Але в такі глибокі прорыви ми не заходимо і не підприємаємо. Почому? Тому що, ще раз повторюсь, це здає ризки окруження наших частей, які зуществували прорыв російської оборони на определенному участці. Вони тоже, в них доволі сильна армія. Якщо б вона була така слаба, як ми говоримо об цьому в пресі все время, то ми б давно її разгромили. А все-таки вона сопротивляється, вона ведет боеві действия, наносить нам доволі существенні потери, які для нас теж дуже сильно ощутимы. І поки що дуже 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 спротивляється нашим військам. Почому ми і 9-й місяць ведемо цю освободительну війну від російської оккупції. Ну що ж, на цьому, наверное, вопросну частину цього відео ми з вами закінчимо. І у нас остається 3-я части. Це ваше приветствие, котре ви прислали, і я їх зачитаю. Ну а начнем ми з такого, це не стільки приветствує, скільки, наверное, вопрос. Скажіть, пожалуйста, скільки приветствий в коментаріях було з Венгриї? Учитывая блокировку Венгрии помощью для України от ЕС, какая реакція простых венгров? Реакція простых венгров на сьогоднішній день ну-ле-ва-я. Я не видел ни одного комментария из Венгрии і не слышал ни одного приветствия из Венгрии. Ви віде, правительство Венгрии подає ситуацію в Україні, як главну проблему в економіці самой Венгрии. І вони вовсім винят нас з вами, Україну. Що вони не можуть дружити з Росією, яка дає їм дешеві, практично безплатні енергоносітелі, і газ, і нефть, і все-все остальне. Кстаті, ви знаєте, що РФ сделала такий уникальний анклав із Венгрии в Європейському Союзі? Венгрия на сьогоднішній день наимене інтегрированна в Європейський Союз країна. В основному все, що производит Венгрия, потребляє Российська Федерація. Тобто Россія, і, естественно, Росія поставляє Венгрии напрямую і газ, і нефть, і інші товари, які там производяться в Росії для Венгрии. Тобто у них пряма економічна связь между цими двома державами. Вони поддерживають Венгрию во многих вопросах. Але не исключу даже вопросы не тільки економічні, але, можливо, і фінансові. Плюс політичні. І вполне можливо, що російські спецслужби допомагають Віктору Обрану вігрувати вибори. Ну, тому що він очередні вибори опять віграл. Понимаєте, коли народ голосує і вмешательство мінімальне, тоді у них побеждає президент, який виходить і говорить, що «ребята, ми не туди йдемо, треба меність свою політику, треба меність відношення к Росії, меність відношення к Україні, меність відношення з Європейським Союзом». Венгрия сьогодні як в мультикі «Бабайга против». Понимаєте, а коли Орбан ідет на выбори і практично такі, я б сказав, націоналістічні лозунги, і він побіждає. А оппозиційні партиї, які говорять то ж саме, що і говорить їхній президент, проігрують ці вибори. Ну, вот как-то так. І венгрии виходять на вулиці, багато тисячні администрації проти правящого правительства, але їх розгоняють силовим путем і обвиняють ще в тому, що вони розвалюють економіку. Вони, як кажуть, не розкачивайте лодку, а то нашу крысу тошніть. У нас таке було кодатку. Та ж самая ситуація. Поэтому в Венгрии там, ну, я так понимаю, что в общем настроении вони всі смотрят венгерське телевидення, і вони всі понимають, що корінь всіх бед і зла – це Україна, я не знаю, я не смотрю венгерське телевидення, не читав венгерських газет, но скажу так, що може біжді там корінь зла в тому, що Україна напала на Російську Федерію. Вполне можливо, що російська пропаганда може там… Як Путін сказав, мені ж не ставили вибори, нам не ставили вибори, тому ми вынуждені були провести спеціальну военну операцію. А що це значить? Значить ми угрожали не сьогодні, завтра напасть. Так що настроение, я думаю, там саме не проукраїнське, а більше про російське. І да, действительно, ні приветствий, ні комментариев із Венгрии на сьогоднішній день, к сожалению, нету. Венгрия не с нами. А як говорив Ленин, хто не с нами, хто против нас. Здравствуйте, я украинка із Ізраїля. Хочу передати привет тому, хто в комментариях упрекав правительство України в требовании помощи. Ну, имеється в виду от Ізраїля. Україна, як і Ізраїль, свободне государство. Україна імеє право требувати що угодно і от кого угодно. А далі хазяїн-барин. Як реагувати? Помогати? Не допомогати? Каждий делает свій вибор. Тільки не стоїть забувати, що і нести відповідність каждому придеться. Жаль, що відношення України і Ізраїля стремительно ухудшаються. Да, мені тож жаль, але такова селяви. Мені один ізраїльтянин напомнил історію взаємоотношений США ООН з Ізраїля. ООН угрожала всіми карами. США грозила прекратити всяку допомогу военну, фінансову Ізраїлю, понуждає к миру с арабами. Але Ізраїль завжди отстаивав свої інтереси. Результат – Ізраїль существує як держава, а ООН і США оказывають підтримку. Так що позиція України в відношенній Ізраїля не говорить, що завтра ми не знайдемо точок сприкосновення. Конечно же можемо найти і можемо продолжати наші взаємоотношения. Все в міре относительно. Добрый день, привет із Японії. Слава вооруженним силам і слава залужному. Спасибо большое. Думаю, главкому буде приємно услышати. Добрый день, привет із Казахстану. Україна нын дан кы. Надо уже вымочить, наверное. Це, я так понимаю, кириллицей написано по-казахськи. Алга Украина. Все буде Україна. Слава Україні, слава її доблестним защитникам, слава вооруженним силам України і героям слава. Перемога України і возвращення всіх оккупуванних територій. Після війни треба буде построити такий забор, щоб ці русські братья, в кавычках братья, ніколи не змогли приїхати в Україну. Не останавливаться, не дати врагу перевести дух і підтягнути портки. Спасиба за інформацію. С підтримкою військовим силам України і волонтерів. «Привіт із Ванкувера». Ну, насчет портков, ви абсолютно правы. Главное, щоб вони не успели подвязати поясок на своїх портках. Коли бігут і портки в рухах, це значить відстрілюватися не можуть. «Привіт із Канады! Квібек! Сердцем і душою з вами! Скорейшій побіде України!» «Здравствуйте! Спасиба за інформацію! Привіт вам із Сибири, із старого, із старинного студенческого города Томска! Победы вам!» «Ух ты! Никогда не думав, що Томск оказывається студенческий город!» «Да! Ну, я рад за вас, якщо у вас там такий просвещений город і большое количество студентов!» «Олег, не зажалейте, що враг ушел почти без потерь і артиллерію зіхранив. Це краще, ніж розгром врага з большими потерями з української сторони. Русські людей ніколи не жалели, а кожен український бісценен. Главное, що Херсон освобожден. І іміджеві потери России для нее зараз губітельні військових. Ну, соглашусь з вами, отчасти соглашусь з вами в плані іміджевих потерь і проигрыша. Просто нам с этой же артиллерией, с этими же российскими солдатами придется сражаться теперь на других направлениях. «Спасибо большое за информацию. Смотрю каждый день из Германии. Враг будет разбит, гоните оккупантов, щоб пятки сверкали». Вон такое из Германии. «Привет із Монголії. Скорейшей победы Украине. Побывал в Украине давно. Красота скоро вернется в ваши города. И улыбка украинцам». «Спасибо. Здравствуйте. Мы с Нижнего Новгорода. Желаем скорейшей победы Украине. Восхищаемся украинцами. Спасибо за ваш труд». «Здравствуйте. Мы из Израиля. С нетерпением ждем победы Украины. Радовались освобождению Херсона. Так держать». «Сегодня в магазине мне бабушка сказала, что нашей стране, России, все завидуют. Поэтому с нами борются 50 стран. Я промолчал. Потому что бесполезно спорить с теми, кто смотрит телевизор. Он победил. Простите, украинцы». «Олег Владимирович, вам всего хорошего. Привет из Ярославля. Я объясню по поводу 50 стран. Это внук и бабушка. Внук смотрит в гаджет в интернет. И у него есть возможность альтернативного мнения. А бабушка смотрит в российский телевизор». «Естественно, дело в том, что, по-моему, вчера или позавчера на первом федеральном канале, или главном федеральном канале, Скобеева есть такая у них там пропагандистка, сказала, что мы же не рассчитывали на такую войну. «Мы же не думали, что за Украину подпишется 50 стран». Вот такую она фраза сказала, оправдывая сдачу Херсона. «И поэтому, видите, бабушка говорит, что поэтому с нами бьются 50 стран», говорит бабушка. «Вот вам результат, как воспринимается пропаганда в Российской Федерации, воспринимается буквально. Просто буквально. Вот что телевизор сказал, то все и повторяют. Насколько Путин сумел воспитать вот такого раболепствующего, я бы сказал, среднестатистического гражданина, который вроде как и человек с одной стороны, но с другой стороны очень легко управляет. Запуганный, управляемый и не имеющий представления, что происходит вокруг него. Дальше, чем его, допустим, радиус мировоззрения. «Я из Москвы. Поздравляю украинцев с прекрасной победой. Молюсь за вас. Слава вооруженным силам Украины. Слава героической Украине». Ну, пожалуйста, Москва и даже в Ярославле внук просвещения своей родной бабушки. Москва тоже прекрасно люди понимают. «Добро ранку. Я из Казахстана. Город Кокшетау. Как подписчик, с нетерпением жду информации. Дякую вам за эту информацию. Казахи, как все миролюбивые народы, всегда с вами душой и сердцем, дорогие украинцы. Дякую странам и народам нашей планеты, которые помогают материально и поддерживают морально. Мы радуемся и плачем вместе с вами. Мы, казахи, преклоняемся перед мужественными и храбрым народом Украины. Дай Аллах вам силы и терпение. Ваше дело правое и вы переможете. Об этом никто не сомневается. Настанет день, когда вы из своих земель изгоните до последнего путлеровца, агрессора, оккупанта, орка, террористов, мародеров, грабителей, убийц, насильников и всех тому подобных нечистей. Будем праздновать этот день победы вместе с вами, со слезами радости на глазах. Вы сильны и духом, и сердцем. И вам силы и здоровья желаю. Не забываю и тех погибших в воинах и вооруженных сил Украины. Скорбим и соболезнуем всем, кто потерял близких и родных. Вечная память героям. Слава Украине. Слава вооруженным силам. Слава всему украинскому народу. Живе Беларусь, Свободу Россия, Алга Казахстан. Вот такое многонациональное приветствие из Казахстана пришло к нам. Большой привет вам и всей Украине из Литвы. Город Скоадас. Молюсь за воинов и их семей волонтеров. И их семей. Волонтеров, врачей, раненых, детей. Моя мама белорусская. Она в Литве вышла замуж. Ее отец, мой дедушка, чудом пережил Ленинградскую блокаду. Воевал, дошел до Берлина. Он очень не любил говорить про войну. То, что он пережил, знаю от своей тети. В моей голове до сих пор не укладывается, как это можно такое творить. Что делают войска Российской Федерации. Это страшнее страшного. Еще сильно переживаю за своих родных в Белоруссии. Ездила к ним летом. К сожалению, многим из моих родных кремлевская пропаганда хорошо промыла мозги. Сил вам, а также защитникам, генштабу, президенту и каждому украинцу. Верю в победу Украины и радуюсь вместе за каждый освобожденный квадратный метр. Храни Господь вас и Украину. Победа за вами. Скорее уже конец. И спасибо каждому, кто передает привет. Это большая поддержка. Пусть это ракеты, танки и хаймарсы, но дух и настрой идти вперед точно крепит. Кристина. Вот такая вот. С наилучшими пожеланиями от уроженцев из Молдовы, из Ирландии. Героям слава. Добрый вечер. Сегодня, ну вот, все приветы, уже вопросы опять пошли. Вот, в принципе, все приветствия на сегодняшний день. Я, как всегда, благодарю вас за ваше время, что вы досмотрели мое видео до этого момента. Приглашаю, кто еще не подписался, приглашаю подписаться на мой канал. Кстати, поздравляю всех вас. Нас 900 тысяч. Вчера перевалили мы за этот 900 тысячный рубеж. Огромное вам спасибо. Так что, кто еще не подписался, подписывайтесь. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Огромное спасибо спонсорам канала и тем, кто поддерживает канал. Благодаря вашей поддержке и спонсорской помощи у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам Украины. Перемога за нами. Слава Украине.